и вот такие томаты вот сегодня хочу как раз маленько освободить все это дело здравствуйте дорогие друзья вы на канале стану ладисат сегодня дождливая погода с утра прям лил дождь сейчас все равно влажно сыра поэтому решила что в такую погоду самое то поработать с томатами вообще в теплицах нужно уже листики по обрезать пасынки поудалять по подвязывать и так далее так что сегодня про томаты мне очень много вопросов поступает как светлана вы боретесь с вершиной гнилью что происходит уверяю вас что есть начинающие садоводы которые видят вершинную гниль и вообще не понимают что с ней делать заболевание ли это или что как с ней бороться как вы боретесь вот немножечко расскажу вам что такое вершинная гниль если у меня на и как я с ней борюсь но теперь давайте немножко пройдемся посмотрим как выглядят томаты мы уже сняли целую такую хорошенькую корзиночку я в принципе очень довольна результатом здесь вот черрики посмотрите какие они шикарнючие уже некоторым оторвало что называется головы сделала прищипку вот смотрите какие хорошие кисточки вот там все собрала уже такие штамбовые томатики да вот томаты вообще плохо снимать они как-то теряются но я думаю что вы все видите там вот томаты везде все хорошо здесь черри и детерминантные я потом по обзору скажу ну когда скажу интересно когда съедим наверное с этой стороны вот все в томатах все так здесь вот огурцы у меня ранее были ну и здесь в основном такие крупноплодные томаты немножко для консервирования смотрите не могу ничего сказать хорошо завязывались в этом году им здесь не жарко у меня потому что растут такие под сенью яблонь смотрите какие шикарные до верха с этой стороны как бы снять вот и пошло 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 все там чтобы такие хорошенькие такие хорошенькие в общем стану с томатами некоторые сорта конечно хуже завязали но все равно я очень довольна нам что называется и это не съесть вот так так что все томаты но я чтобы вот показываю вам чтобы вы посмотрели все томаты с чистым носиком это нормально все это не вершинная гниль да вот все и крупные любые смотрите они все чистые вот нашла 2 помидорина прям тревогу забила и быстрее все обследовать а так чистота порядок листья тоже чистые кое-где вроде как начинались пятна кладоспориоза но полный сквозняк и на ночь ничего не закрываю принципе все хорошо нету ничего никакой вершинной гнили нету слава богу что она никуда не развелась все 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 чистенько везде так что вот такая история первые томаты у меня постигла вершинная гниль вообще с таким явлением как вершинная гниль я практически никогда не сталкивалась от практически может быть в том году было там пару тройку томатов единичных на этом все у меня нет никакого такого изобилия этой вершинки и вдруг начали мои томаты сорта особенно сорта батяня раны наливаться и только-только начали наливаться я даже пропустила этот момент когда уже посмотрел вершинная гниль вовсю развивалась и пришлось первые томаты просто удалить ну а вторые томаты уже практически были не ранние уже практически были сам со многими томатами в теплице в общем вот суть то вот этого раннего урожая я пропустила из-за вершины гнили все остальное пока в моей теплице сами видели все пока чисто но вчера я тоже пошла вот специально сегодня-то даже специально из-за того что испугалась вчера увидев вот такую вещь сейчас покажу когда уже вершинная гниль стала заболевание вот видите что творится вот так уже идет ага поэтому я сегодня буду работать наблюдать и смотреть вдруг где-то еще пропущу это нельзя пропустить почему и вообще что такое вершина гниль почему она образуется я пока чтобы вот знаете не разлагайся немножечко томаты показывать и рассказывать вам что же делать как с этим бороться и заодно посмотрите на мои и же скажу свой опыт что я предпринимала да когда вот увидела на батянке это это можно сказать заболевание вершинная гниль хоть и является как бы гнилью но причина возникновения вершинной гнили все-таки больше физиологическая то есть это нехватка или не усвоение кальция плодами томата или перца или баклажана почему же это случается вообще в начале развития роста томатов мы не видим никаких гнили никаких пятнышек когда томатики только-только начинают завязываться и даже расти все хорошо почему потому что кальций это элемент который сама первого первых он сама трудно усвояемые растениями трудно проходимый растения они немножко лодыря они конечно сначала усвоят все то что быстрее проходит по сок сок сокодвижения по их веточкам по их листикам и по плодам они это быстрее кальций в этом случае очень трудный элемент и конечно он сначала во-первых идет и усваивается внизу ему так легче может быть на нижних кисточках а потом ему труднее труднее сюда взбираться и уже он получается не доходит до верхних плодов на которых образуется это гниль во вторых как все происходит происходит так что мы сначала сажаем томаты жары никакой нет томаты бурно развиваются потому что ну что в лунку мы закладываем все как положено все элементы все удобрения они рванут в рост все усваивают а потом например резкое изменение температурных условий особенно на жару и что получается растение в стрессе она в такую жару вот именно из-за стресса тоже не хочет усваивать эти элементы им трудно опять-таки подняться и усвоиться следующий принцип жара которая уже стоит во многих регионах и прям вот такая жаркая продолжительная погода что получается растение тоже извините умные товарищи у них закрываются устица на листиках до растения в жару не испаряет влагу она в себе его держит а все питание так как идет и с испарением влаги она же двигается питание постоянно да то и с этим движением происходит и движение всех элементов а в жаркую погоду растения сдерживает себе я все это да иногда даже ли сворачивается это показатель того что растение ну не хочет расходовать лишнюю влагу и естественно движение всех элементов будет намного хуже а уж кальция и тем паче след что я сделала когда увидела во первых уже начинающуюся вершинку а во вторых я испугалась и сделала профилактику для того чтобы ничего и не начиналось я применила анти вершинку от компании organic mix натуральная в общем-то это биостимулятор и удобрение кальций для наших плодов для наших томатов перцев и баклажан подавляет риск появления вот такой вершинки работает как анти против вершинки и работает для лечения уже вершинной гнили лучше если работать одновременно под корень и опрыскиванием по листу от производится на основе натуральных растительных ингредиентах если это можно так сказать нормы все на бутылочке написано просто для профилактики одна норма для лечения вершинной гнили норма другая если использовать удобрение которое с большим содержанием кальция минеральная да то ну как правило кольцевую селитру использовать то можно сейчас спровоцировать буйный рост вегетативной массы и это уже на этих этапах развития томатов не очень хорошо ну куда нам еще расти если ну как сказать вот у меня еще ну такой вот облиственный аппарат и мне азот вообще не нужен поэтому вот здесь ничего никакого азота нет здесь все находится в такой фазе когда растение усвоит я вам говорила что во многих применяемые некоторые удобрения в которых есть и другие элементы которые будут блокировать кальций кальций еще раз сама трудно доставляемый элемент в общем на всю высоту томата на весь рост любого растения самый трудно доставляемый поэтому нужно помочь справиться вот со стрессом вот этим физиологическим да и использовать ну вот то что специально разработано как антивершинка содержание кальция в антивершинке не менее 10 процентов здесь 25 грамм бутылочки на 25 литров то есть после хорошего полива да я вот сегодня капли все пролила поэтому растворю это всю бутылочку как положено и каждому растению дам под корень ну палитру достаточно будет палитру потому что я делаю для профилактики для того чтобы не было вот таких вот страшных плодов которые нашла вчера уже ведь какой уже именно что получается здесь получается микротрещины и это гниль уже идет как инфекция поэтому вот специально все это сделаю для того чтобы и не начиналось сделаю обязательно по перцам потому что честно говоря даже не знала что у перцев тоже бывает такая вершинка но с ними же у меня не все так просто да а так как в этом году хочу получить урожай тоже боюсь да не дай бог хотя я туда тоже клала кальций garden от organic mix пока все плоды без всякой вершинки и у баклажан бывает тоже но пока все чисто для профилактики можно и сделать чтоб ничего и не было ну а так сегодня что буду делать убирать листья например ну которые уже еще нужны для налива кистей я срезаю наполовину но срезаю дорогие друзья и хочу освободить побольше не за чтобы все таки здесь ну движение воздуха было еще сегодня мульчирование потому что стоит целая тачка вот газонной травы поэтому еще слой мульчи у меня здесь слой очень большой еще нужно следить для того чтобы вот я вам показала некоторые листики склада с порезом у меня некоторые листики а так все ботва очень чистая но если начнется какая-то такая затяжная мокрая погода запросто может быть уже и фитофтороз тем более что у меня еще здесь вот там видите я даже не хочу теперь дверь открывать хотя картофель чистый но не хочу рядом картофельное поле фитофтора если начнутся дожди и холодные ночи а для нас север ленинградской области это вообще не вопрос холодные ночи да то начнется быстро фитофтора и кладоспориоз в общем ухо держать надо востро и проводить всякие разные пока профилактические меры ну вот так дорогие друзья с моими томатами я думаю что все хорошо урожай будет